Павел Захаров родился 9 марта 1939 года в Москве. Своё детство он провёл в бараке, был трудным подростком, воровал деньги у собственных родственников. После окончания пятого класса бросил школу и стал воровать. В возрасте 19 лет Захарова задержали и впоследствии осудили за карманную кражу. Но уже через год он оказался на свободе по амнистии. Во время заключения Захаров был так называемым отрицалой, отказывался сотрудничать с администрацией колонии. Вскоре он был коронован и стал вором в законе по прозвищу Паша Царуль. Таким образом, Павел Захаров являлся одним из самых молодых воров в законе. Спустя год после освобождения Захарова вновь арестовали за совершение кражи. На сей раз суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Именно к тому периоду и относится появление страсти к наркотическим средствам у Паши Царуля. Выйдя на свободу в конце 1970-х годов, Захаров создал свою преступную группировку, которая стала промышлять махинациями с чеками в нишпосылторга и заниматься мошенничеством в магазинах «Березка». В 1982 году Павел Захаров был арестован за кражу, хранение оружия наркотиков и впоследствии осужден. Когда в разгар перестройки он вышел на свободу, клан воров в законе доверило ему хранение так называемого общака. Паша Царуль принимал самое непосредственное участие в становлении Коптевской, Солнцевской, Долгопрудненской, Пушкинской и Вантеевской организованных преступных группировок. Однако Пашу Царуля уважали далеко не все воры в законе. Серьезные конфликты были у него с Вячеславом Иваньковым, Япончик, и с вором старой информации Васячко. С Иваньковым возникал спор из-за лидерства и бизнеса в США, где Захаров имел прачечный и ресторанный бизнес. С тех пор отношения между Иваньковым и Захаровым окончательно испортились. Япончик заказал Пашу через расписного, оплатив миллион долларов. В то же время Паша начал охоту на Иванькова. Его спасло то, что он сел в машину сына, а его автомобиль был взорван. Для Васи Ачко все закончилось гораздо более печально. Захаров с компанией встретился в гостинице Ялта с Васей в кафе театра Варьети, где в помещении для танцовщиц нанесли Ачко многочисленные огнестрельные и ножевые ранения в Ачко, от которых он скончался. Воровские кланы не стали предъявлять претензии к Паше Царулю, поскольку все это были их давние разборки. И на стороне Паши выступил Корж, авторитетный вор. В 1990-е годы в 1990 году Захаров стал заниматься оптовой поставкой наркотиков из Колумбии. Но это было не единственное направление его деятельности. Именно под его руководством Долгопрудненская ООПК захватила территорию обоих аэропортов Шереметьево. Он контролировал даже известную казанскую группировку. Сам же Царуль числился снабженцем в одной из фирм города Волжска. Воровской общак пополнялся баснословными суммами денег, одна только Казань поставляла до 70 миллионов долларов. Когда в начале 1990-х годов начались массовые отстрелы воров в законе, Захарову неожиданно повезло. Его арестовали, осудили и спасли тем самым от верной смерти. Когда Паша Царуль вышел из тюрьмы, он начал оказывать содействие финансовым пирамидам в их мошеннической деятельности. Но в то же время Захаров начал нарушать воровские законы, в частности, запрет на роскошь. Он построил себе особняк в жестово стоимостью 2 миллиона долларов, купил элитный коттедж в Корловых Варах. В его личном гараже стояли 19 дорогих иномарок. Также Паша Царуль продолжал употреблять наркотики. 15 декабря 1994 года вор в законе Павел Захаров был арестован в своем особняке за организацию торговли наркотиками. На допросах он вел себя вызывающе, оскорблял следователя. Ходили слухи, что корейству пошиться руля причастен япончик, но подтверждения этому нет. Воры в законе организовали кампанию по защите своего держателя общака, пытались подкупить следствие, давили на него через депутатов, прессу и бизнесменов. Принесли бы попытки освободиться руля успех, неизвестно, так как 23 января 1997 года он умер в камере Сизелефортова. Его сообщники впоследствии были осуждены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова